Что знания не даются, даются навыки, или знания даются, но неправильно. Ну так это всего лишь 30% того, чем школа должна быть занята. Кто думает, что школа даёт знания – ну да, даёт знания, и навыки школа даёт, устный счёт – 2 плюс 2 – это ценнейший навык, а знания, в том числе те, которые нам пригодятся в жизни, например, знания русского языка, например, родного, тоже даёт. Некоторые хорошо дают, а некоторые – плохо. Вот сейчас плачут, и справедливо плачут, что всё хуже и хуже этот уровень знаний, и всё больше и больше уходит в навыки, т.е. нужно вот развить в чеке некие навыки и выпустить его с таким набором в жизнь, чтобы он превратился в функцию, чтобы он умел просто функционировать. Ну это не важно, это всего лишь 30% того, чем занимается школа, потому что вторые 30%, которые не менее важны, чем набор получаемых знаний и навыков – это самый главный навык – умение учиться, потому что в школе закладывается матрица того, как ты будешь учиться в дальнейшем. Потому что, например, высшее образование мы можем получить второе, третье, четвёртое, доходит до 80 лет, а получайся. А среднее образование у нас одно на всю жизнь, и учиться мы начинаем именно с него, со среднего образования. Школа, как ни крути, это, наверное, самое важное образование, которое мы получаем в жизни, потому что с этой матрицей мы выходим дальше. Потому что именно в это время из маленького человека складывается к 16-17 годам полноценный человек, потому что у него мозги в это время складываются, всё у него в это время складывается – это просто какой-то грандиозной важности время, которое невозможно повторить. Если высшее образование, как я уже говорил, я могу переиграть, то среднее уже нет. Это второе, и третье, равнозначное, я считаю, по важности – школа формирует мировоззрение, то, как ты дальше вообще будешь жить. Я когда в школе заканчивал работать, я ещё работал, скажем так, на излёте, заканчивал я работать ещё в такой уже постсоветской школе, но всё ещё в советской районной обычной школе. И когда я увольнялся в последний год, началось вот это всё насчёт того, что вы неправильно даёте материал, идите на курс повышения квалификации, а вот всё объяснят – ну пошли, нам объяснили, что надо подавать материалы в игровой форме, так повышается интерактивность. Что вы человека изобрите, заставляете маленькое, ему же неинтересно, а вы разовьёте, историки, вы разовьёте только отвращение к истории, играете с ним, играете, и он сам потянется, вы даже его заставлять не будете, он сам будет дома сидеть в эту историю играть и запомнить всё в 24 раза лучше, а то и в 27. И вам интереснее будет, и ребёнку интереснее, и усвояемость больше. Вот там в компьютерной игрушке, а тут же Лек Скорнецкий об этом говорит, что вот смотрите, в компьютерной игрушке, которая сделана на серьёзном историческом каком-то бэкграунде, человек историю изучит гораздо лучше, чем по учебнику, просто потому, что у него ответ есть с той стороны. Ну и это так, это тоже правда. Безусловно. Это потому, что да, с игрой всё легче, в самом деле маленькому человеку играть-то гораздо прикольнее, чем зубрить. Это наглядный материал, просто в связи с развитием технологий, который превратился из цветных картинок вот в такое вот. На цветные картинки ответы не дают обратного, а тут есть обратная реакция – ты общаешься с этим материалом, таким образом он, конечно, в башку зарезает гораздо лучше. Но я когда пришёл в гимназию работать за большие деньги вплатную, мне оплатили 200 долларов, я пришёл уже в модную дорогущую гимназию, называлась она «Праздник плюс». Да, я всегда шутил, что это праздник всё, конец вашему празднику, детишки! Да. Так вот, там нам как раз требовали игровую форму подачи материала, у нас всё по-современному, я просто увидел, как это работает, я просто попробовал. Да, знания в игровой форме не во всех сферах, не во всех областях, да, усваиваются лучше, но ведь мы кроме знаний формируем человека с его мировоззрением, а мировоззрение во время игры какого у человека складывается? Вот он из 11 класса выпускается… Игрун такой. Игрунок, проиграл 10 лет, теперь 11 уже, и вот он приходит на работу, и вдруг выясняется, что на работе с ним играть никто не будет, а с ним там будут работать, требовать конкретного результата, требовать соблюдения сроков, требовать приходить вовремя на работу и уходить тогда, когда надо, а не когда захочется. И вдруг выяснится, что жизнь-то вообще не похожа на игру, ну т.е. вообще жизнь – это довольно суровая штука, в которой приходится соответствовать постоянно, приятного в ней, прямо скажем, минимум, а в основном это какие-то нудные обязанности, иногда напрямую неприятные, и даже если ты попадёшь, ну так тебе повезло, что ты вот попал на работу, которую ты прям со школы мечтал и готовился, которая тебе реально интересна, даже там окажется, что твоё призвание на 90% состоит из какой-то мутатине, вот просто из какой-то мутатине, просто потому что там, во-первых, а, и человеческий фактор, и тебя никто не застрахует от начальника, от козла. Ну, может быть, это не козёл, но вы просто характерами не сошлись, такое бывает. От указивок Министерства профильного, которые, например, вас курируют, и прочие, 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 вот я с 6 класса, редкий случай, знал, куда я пойду учиться, и куда я отучившись, пойду работать. И у меня всё сложилось, я вот эту дорогу прошёл полностью. Поступил на ИСТВАК, из ИСТВАКа, ну, немножко помыкавшись, попал в Эрмитаж, и в Эрмитаж же я попал через год в отдел арсенала, который занимается историческим оружием. Т.е. вот оно моё, я к этому готовился всю сознательную жизнь. Да, ну и там, помимо человеческого фактора, выяснилось, что прекрасная такая работа, которая в виде розового эльфийского замка выглядела, она вообще-то довольно неприятная в основном. Т.е. да, конечно, я могу общаться со своим этим оружием – доспехами, аркебузами, арбалетами, двуручными мечами – фламбергами, а кроме этого мне нужно заполнять кучу документов просто непрерывно, эти документы мне нужно заполнять в том числе от руки, хотя стоит компьютер, но правила требуют, чтобы я их заполнял от руки. Мне приходится мотаться по инстанциям, чтобы подготовить какую-то выставку, заниматься просто бюрократией, причём много очень, это очень неприятно. Ну вот, у меня, казалось бы, идеальный вариант, но там я попал далеко не в сказку в итоге, ещё и платили мало. И что у нас игрунок-то подумает? Он такой прекрасный, 80-го уровня, историк, географ, физик, игрунок. Он попадёт в ракетное НИИ, например, которое будет у нас строить для России ракеты, чтобы диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу, и что он там построит? Во что он там играть будет? Во что он там будет играть, и, главное, с кем? У нас же в Советском Союзе говорили и правильно говорили, что ты на работу идёшь, не просто учиться, в школу идёшь – не просто учиться, на работу идёшь. А водители у тебя идут на работу, например, на завод, а ты работать идёшь в школу. И это было сугубо правильно, потому что школа давала не просто знания, она давала человеку чёткое понимание того, как он будет дальше жить, и она его к этому готовила. Никаких сказок нам не обещали. Нам обещали, что вы будете работать после школы, и работать вы будете вот точно так же, как в школе. Потому что работа – это, во-первых, умение обучаться, потому что тебя всему даже в ВУЗе, даже в самом лучшем не научат. Ты придёшь на работу, тебе придётся чему-то учиться. И матрицу этого обучения, т.е. умение учиться, учиться ты получаешь в школе – это дисциплина, которая тебе сверху нагружают, и умение ей соответствовать тоже прививают в школе. И это самодисциплина, которая не менее важна, чем дисциплина данная по команде. Потому что самодисциплина, вот ты на рабочем месте, понятно, ты придёшь ровно в 9, ну, к примеру, там же можно просто околачивать груши, и чтобы он что-то делал постоянно, нужно просто иметь умение себя заставить. Как у нас сейчас в ВКонтакте, в Фейсбуке – мотиватор. Мотивировать. 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 Прочитать дурацкий мотиватор. Мотиватор, да, вот это охренеть просто. Вот что давала школа – это знание и навык, это умение учиться, учиться, и это формирование мировоззрения. Таким образом формировался гражданин в полном смысле слова. А сейчас люди ругаются на то, что знания даются неправильно, а некоторые знания подменяются навыками, а то, что 60% всего остального просто к чёрту выкинуто. Вот почему на это никто внимания не обращает, в этом-то корень. В конце концов, знание, ну да, это охренительно важно, но это в конце концов далеко не всё, что давала школа, потому что теперь учитель. Это я столкнулся с этим уже, и это и все мои коллеги, которые сейчас в школе работают. Учитель – это теперь уже не учитель, это такой специальный человек, который приставлен на 40 минут к толпе малолеток, который следит за тем, чтобы они не разбежались из класса и друг друга не поубивали. Вот, собственно, и всё. А, ну и должен чем-то их развлекать вот эти 40 минут. Вот. Учитель.